Презентация данного инструмента, разработанного венгерскими специалистами и известным венгерским пианистом Гергеем Богани, случилась в январе 2015 года в Будапеште. Звучание данного инструмента способны соперничать с роялями ведущих мировых марок, а также важнейшие новшества, касающиеся механики инструмента, например, использования углепластика в материалах для резонансной деки, делают этот инструмент уникальным в своем роде. Вот что об этом говорит сам маэстро Гергей Богани. Совокупность этих новшеств дает чистый, сильный, богатый звук, обеспечивает более ровное звучание инструмента, одновременно увеличивая время затухания звука, напоминая тем самым звучание старых роялей. Желая дать возможность музыкантам и слушателям познакомиться с уникальным инструментом, венгерское правительство приобрело три рояля, богани для размещения в зарубежных музыкальных учреждениях. Так, в декабре 2017 года один из роялей был передан к культурному центру в Хельсинки по случаю столетия независимости Финляндии. Второй рояль Московской консерватории. А сейчас позвольте передать слово ректору Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Щекковского, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Александру Сергеевичу Соколову. Дорогие друзья, глубоко уважаемые чрезвычайные и полномочные посолы Евгении Российской Федерации, дорогие коллеги, мне очень приятно именно сейчас, именно здесь, именно в такой обстановке сказать те слова благодарности, которые, естественно, теперь будут произноситься здесь часто. Действительно, это инициатива, замечательная инициатива господина Яна Шабала, поскольку мы встречались часто, мы друзья, мы действительно очень тесно связаны и с Венгерским посольством, и с Венгерским культурным центром, и нас объединяют многие проекты. Но достаточно сказать, что у нас много общих праздников. Мы отмечали совместно 135-летие, сегодня рождение Белы Бартока, и здесь были два концерта, как раз в Малом Рафаинском зале, которые организовало Венгерское посольство, и это были замечательные музыканты, которые приехали из Евгении, которые приобрелись нашей публике. В этом сезоне уже та же самая цифра, 135 лет, но уже среди рождения из Голтона Коды, и, соответственно, уже три концерта в залах Московской консерватории организованы таким же образом. Но и сейчас мы уже на основе достигнутого договорились о том, что в следующем концертном сезоне будет уже специальный абонемент венгерской музыки, соответственно, в котором будут принимать участие и венгерские музыканты, и наши российские музыканты. Естественно, что вот такого рода связи имеют и далекую перспективу, и замечательное прошлое, потому что исторически Россия и Венгрия всегда имели не просто зону пересечения, а зону взаимовлияния, и особенно, когда профессиональное музыкальное образование развивалось в России, то европейский опыт, это уже 150 лет тому назад, европейский опыт был воспринят сполна. Но вот сегодняшний праздник имеет для нас еще такую радостную особенность. Мы с вами находимся в новой зоне концертного зала, малого концертного зала консерватории. Потому что раньше здесь была библиотека, и, соответственно, все это пространство было заполнено книгами, а вот теперь библиотека получила самостоятельное новое здание, и здесь будет та зона, в которой придут слушатели малого зала в антракте, перед концертом, может быть, и задерживаясь после концерта, поскольку это будет атмосфера особого общения музыкантов и публики. Здесь будут демонстрироваться художественные произведения, картины, скульптуры, здесь будут литературные встречи. И вот как раз жить здесь, в этом пространстве, будет замечательный район, который сейчас еще закрыт вот этим покрывалом, который мы торжественно сдернем перед флагами России и Венгрии. И здесь, собственно, прозвучит впервые этот инструмент, который в дальнейшем будет постоянным участником наших программ. Я еще раз хочу поблагодарить господина чрезвычайного полномочного посла, нашего друга, поблагодарить Венгерский культурный центр, ну и, конечно, безусловно, создателя этого инструмента, который тоже теперь нас друг, поскольку такие жесты добра и внимания коллег друг к другу, они дорогого стоят. Я прошу теперь господина чрезвычайного полномочного посла также выступить перед нашим собранием. Благодаря вам и господа, для меня большая честь участвовать в этом мероприятии, которое действительно дает всем нам, надеюсь, такое удовольствие, которое раньше мы не имели здесь, в консерватории. Господин Геретов говорил о том, как наши отношения складывались, не только объективно по работе, но и как лично связанное действительно с музыкой. Для всех нас, для дипломатов и любителей музыки, всегда огромная честь и всегда мечта или участвовать как зритель, даже как выступать, как музыкант в зале консерватории. И для нас, как посольство, всегда было огромное впечатление, как именно мы могли складывать эти отношения на профессиональной основе. То есть, действительно, консерватория стала нашим партнером для реализации различных предложений посольства. Господин Геретов упомянул в прошлом году, какие наши были успехи связаны с годовщиной Белобартука, какие концерты мы могли привести. И в этом году с Кодаем Золотаром, какие у нас мероприятия осуществлялись. И надеюсь, что и в будущем у нас будут такие возможности, которые убедят наши отношения. И сегодня необыкновенный день. Это доказывает, с одной стороны, таланты венгерских музыкантов, венгерских композиторов, и, с другой стороны, открытность пенсии, консерватории Московской государственной консерватории, я хотел бы подчеркнуть государственную консерваторию, тем предложением, той инициативой, которая для нас является гордостью музыки, гордостью того талантливого подхода венгеров к миру, который создает и различных премий Нобеля, создает крупных музыкантов, и создает таких создателей фортепиано, как Георгий Буганик, который выдуман, и, кстати, я думаю, что очень хорошо подготавливает эту инициативу, создать эти пенсии. Это новый реаль. Реаль, который имеет свои особенности. Я здесь уже много говорили о том, именно из чего состоит это, найти этот рояль. Я хотел бы только подчеркнуть, что любое новое направление музыки не имеет смысла, если он имеет свои основы на традиции. То есть ценности всегда быть те же самые. Я думаю, что когда Буганик Ильяме начал создать этот рояль, он думал о том, именно как дать возможность для озвучения традиций, может быть, открыть вверх для будущих композиторов, для будущей музыки. Но все-таки это традиция, которая имеет свои основы, и которую сегодня мы можем видеть в новом варианте. Я хотел бы выразить благодарность лично ректору Александру Сергеевичу, потому что он относился так открыто и поддержал нашу инициативу. И хотел бы выразить благодарность спонсорам этого мероприятия, СВЗ, Ингесскому правительству, которое решило передать этот рояль именно Центру Мировой Музыки и Консерватории в Москве, Чайпольскому. И в последнюю очередь хотел бы выразить благодарность пианисту Буганик Ильяме, что он сам решил дать возможность передачи этого рояля и сам присутствовать на презентации, на демонстрации этого рояля. Я надеюсь, что для нас это будет необъекновенное удовольствие, впечатление. Надеемся, что все мы получим такое вдохновение только в будущем. Хотим только слышать пианистов только на этом рояле. Мы увидим, что будет в будущем. Слово предоставляется одному из изобретателей рояля, пианисту Георгию Боганин. Добро пианисту Георгию Боганин. Работа, разработка этого рояля, это работа группы людей. И конечно сам Бог нам дал инспирацию, вдохновение для создания этого рояля. Дай Бог здоровья Венгрии, Россия. Сейчас сюда приглашается ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов и чрезвычайный неполномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янаш Балла. У нас есть официальный документ, в котором мы передаем на использование для эксплуатации рояля в консерватории имени Чешковского. Для меня это большая честь. Спасибо. Итак, Александр Сергеевич, господин Балла, прошу вас. Спасибо. 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 Спасибо.